Приморский блогер Никита Забазнов, которого почти месяц принудительно держали психбоницы на Шепеткова, рассказал о том, что с ним происходило, а также о бытии простых пациентов этого стационара. Видео опубликовано на ютубе, где блогер общается со специалистами и юристами. Там жесть конкретная. Мы не можем показать это видео полностью, поскольку инстаграм принимает только по 10 минут, но продолжение смотрите либо у нас на сайте Newsbox24, либо в нашем телеграме, на нашем ютуб канале или в нашем приложении. Но если вкратце, в этом видео налицо наличие карательной психиатрии у нас в стране. Не верится, что это заказ кого-то из правительства края или кого-то из депутатов, кого Забазнов критиковал в своих сюжетах. Скорее просто у психиатров диспансера на Некрасовской 50 уже корона давит на голову от своей безнаказанности. И упаковать Забазнова, чтобы проучить его, была исключительно их инициатива. Тем самым, правда, эти белые халаты нормально так подставили всю политическую систему Приморья. Требуем, чтобы в ситуации Забазновым разобрались губернатор, уполномоченный по правам человека в Приморье, Роздравнадзор, Краевая прокуратура и ФСБ. Считайте это видео официальным обращением в эти инстанции. Вот это ничего вырезать не надо, это преступление. И вот эти преступления нужно показывать, во что они превращают людей. Мы таких по городу ловим, а он сам к нам приперся. Она уже шла ко мне на прием со мной, зная, что меня повезут туда в психушку, потому что команда уже была. Меня задержали на примерно седьмую минуту начала моей процедуры часовой. Ничего-ничего, поехали, там да пройдешь, там проедешься. Я понял, что что-то не то. Через три минуты в дверях появились охранники. Наковали наручники на меня. Он мне ответил, говорит, да просто я устал кулаки ломать. Чтобы в морду не бить, я наручники сразу одеваю и все. Таких как вы, у меня еще восемь ходов, я не успеваю, у меня план. Меня привязали и вкололи мне укол. Все, я отрудился. Здесь могут выколоть глаза, здесь есть подвальные помещения. Судью видел, ну все это происходило в полумраке, я был в таком состоянии, ну, гуматозном. И весь суд прошел за три минуты. Это было прям в психушке. Дайте мне постановление. Они от меня убегали. Я не знал даже, что она адвокат. Я был под наркотиками, я был в куматозном состоянии. Я толком это все, все как в тумане. Вот меня сегодня выписали, у меня даже заключения нет сегодня. Когда судья сказала, все, суд, постановление принято. Я только тогда понял, что я оказывается в суде. Он в тебя будет приходить несколько месяцев. Полгода как минимум. И Артемонов развел руками, сказав, знаете что, ну, недоработочка. Судя по Артемонову, да, Артемонке. Я Никиту записала на видео, он продемонстрировал, как он ходит. Походка и робота. А там 90% так ходит. В течение двух минут они приняли решение, что меня нужно ложить. Вот так прошло освидетельствование. Освидетельствования не было вообще. Не было вообще, не было вообще. По две капельницы в день. Сидяки от капельниц вот здесь вот. В России делают людей инвалидами, фактически. Но такого места, в котором я провел вот эти вот 27 дней, я впервые в жизни увидел. Это вообще страх лютый. И тараканов там достаточное количество тоже. Мясо я видел один раз. Похудел на 5 килограмм. А там пациенты разные, очень разные, страшные. И вот эти три стаканчика, они как бы на всех. По ночам туалет закрывали, выставляли три ведра. И все люди ходили вот в эти три ведра, которые стояли в конце коридора. Иванизм шел на весь коридор. Туалетную бумагу выдавали? Ни разу. Если ты даешь добро, мы эту тему так раскрутим. Мама не горюй называется. Я даю добро. Благодарю. Препараты применяли. Таблетки, уколы, капельницы. Таблетки, уколы. На вязки тебя сажали? В первый день, да. И зав. отделение призналось, что в первый день мне применили незаконный препарат. То есть меня привезли, сразу же на вязки раздели, сразу же на вязки, сразу вкололи укол. И вот этот укол самый первый был, он был незаконный. И это мне лично призналось зав. Отделение этого человека, который это сделал, уже уволили. Фамилию, имя, имя, отчество знаешь? Не знаю, но можно узнать, я думаю. Все дело в том, что я написал главврачу о том, что это причинение тяжкого вреда здоровью. Группа лиц, поэтому это часть третья, фактически, статьи 111. Там мало им вообще не покажется. Но я уж не говорю о части второй. Вот адвокат хочет что-то сказать. Да, да, да. Владимир, слушаем. Вас не слышно. Вас не слышно. Никит, вы сегодня, значит, выпустили. Да. Который теперь уничтожен всю психиатрию. Каратель нашел. У нас на тебя большие надежды, Никит. Мы на твоем случае можем разбомбить их по полной программе. Нет, мы можем. Мы можем. Я готов оказать всяческое содействие. Мы не только можем. Мы уничтожим, на вашем примере, карательную психиатрию полностью. Потому что совершенно свободно можно написать и жалобу в Конституционный суд, и, естественно, мы напишем жалобу и в ЕСПЧ, и в Комитет по правам человека, и против пыток. Это однозначно. Поэтому, если в ЕСПЧ будут откалывать те же самые номера, которые они откалывают обычно, то у них никаких шансов не будет, потому что Комитет по правам человека однозначно примет эту жалобу к рассмотрению и рассмотрит ее. Я вас услышал. И определили меня все, говорят, его на вязке и куда-то на вязке. Меня затащили на этаж выше, раздели, приковали меня, привязали меня после того, как раздев, меня привязали и вкололи мне укол. Еще раз повтори, вот тебя завели в отделение мужское, да? Да, меня завели в отделение на третий этаж, по-моему, или на четвертый, я не помню точно. Это все происходило буквально в течение, говорю, двух-трех минут, все быстро. Потому что у этого амбала, у него много заказов, ему нужно в наручники оковывать еще других и возить. У них, ну, как это, таксисты у них, чем больше, тем лучше. И, ну, это с моих слов, мое суждение. После того, как меня подняли в отделение, меня быстро раздели, с меня сняли всю мою одежду, запихали в мешки, положили на шконку, привязали руки, ну, на вязке. То есть положили, да, образно, понимаете, что такое на вязке. Да, я видел. И укол, и воткнули мне укол. Все, я отрубился. Я отрубился, после чего мне какой-то чувак толкал меня в бок. Я проснулся от того, что кто-то меня толкает в бок. И говорит мне какие-то слова. Якобы половина за тебя, половина против тебя. Ты делаешь правильное дело, но у тебя здесь много врагов. Здесь могут выколоть глаза. Здесь есть подвальные помещения. Здесь есть люди. Какой-то бред он мне, короче, нес. Это не бред, Никита, это чистая правда. Я тебе точно не скажу. Сейчас дальше скажу. Как выяснилось, это был тот человек, который меня принимал. Это худощавый такой парень в приемной, изначально, который меня туда принял и определил. Приморский блогер Никита Забазнов, которого вчера выписали из психбольницы на Шепеткова после принудительного лечения, сегодня обивал пороги медицинских кабинетов. Чтобы разлепить эти пельмени, ему сейчас необходимо получить справку с диагнозом, от которого его лечили психиатры, чтобы потом оттолкнуться от этого документа и начать проворачивать фарш обратно. Однако, медики отказались ему выдавать его выписку. Видимо, есть что скрывать. Мы приехали сюда, в Некрасове, 50, и обратились, соответственно, в администратуру, к врачам, к заместителю главного заведующего отделения, исполняющего обязанности. Сказали так, идите на прием. Пошли на прием к Хатинской, к Татьяне Ивановне. Там она записала все и сообщила, что нет никаких документов из стационара, еще никакие документы не пришли. Хотя, тем не менее, она уже объявила о том, что она нам назначит, Никитина назначит нейролептики. Я попросила какой-либо документ из стационара. Она говорит, мне он еще не пришел. Я говорю, на каком основании вы тогда назначаете пациенту нейролептик? Я уже знаю, как получили информацию, по телефону или еще как-то. Ну, я знаю, я ему назначу нейролептик, потому что он заторможенный, потому что он ходит вот так. Я говорю, так это же под воздействием нейролептиков он такой. И вы дальше хотите его упечь? Вы хотите дальше его этими таблетками затравить, чтобы он совсем в овощи превратился? Она замолчала. В итоге она не стала назначать этот нейролептик. Нам препятствовали, Никите препятствовали, и мне, как представителю Никиты, в участии, но и присутствии на приеме. Они всячески препятствовали, требовали доверенности, и всякое такое говорили, нет, нельзя. Несмотря на то, что я неиспособный человек, а неиспособного человеку не нужна и обязательно наторитальная доверенность. То есть я могу в устной форме сказать, что Яна мой представитель, им этого не хватило. Мне хотели 10 минут припираний, в итоге я вам указала статью, они открыли книгу свою, статья 7 закона психиатрической помощи. Прочитали, она сказала, адвокат, я говорю, читайте дальше. Ну и она тут замолчала. И представитель. Все, я говорю, он признан недееспособным? Нет. Вы сомневаетесь, что ли? Он объявил, вот мой представитель, имеет право участвовать, чтобы участвовал его представитель. Все, закрыли рот. Дальше, значит, по нейролептикам она резко отменила все. После наших вопросов, на каком основании вы назначаете нейролептики, если у вас ни одного документа из стационара нет, она отменила это. Ситуация абсурдная. Получается, человек лежал в психбольнице и даже не знает, от чего его лечили. А главное, чем. Обычно выписку выдают сразу по выходу из стационара, но, видимо, только не на Шепеткова. Так можно любому сказать, ты дурак, и мы тебя забираем и будем лечить. А чтобы ты потом ничего не доказал, мы просто пошлем тебя на три веселые буквы безо всяких выписок. Дальше, феназипан я вам назначу. Ну, вроде бы, плохо спите, Никите говорит. Ну, и, в общем, мы как-то стали признать, а зачем феназипан? То есть, потому что это влияние негативное в целом, того лечения, которое было у Никиты. И зачем вы этим лечением хотите усугубить мое положение? То она не нашла на это ответ. Никаких ответов. Сослалась на то, что приходите тогда, когда у меня будут какие-то данные с Шепеткова-14. Откуда вы приехали только что. Почему? Потому что нас направили сюда и сказали, что мы здесь все документы заберем. При этом мы вели себя очень деликатно. Никита говорил, как есть, о своем состоянии. Никаких отклонений там, каких-то видов, еще чего-то нет. У него только жалобы на его состояние в результате воздействия вот этих лекарств, полученных им в стационаре. У них жесткая табу на выдачу документов каких-либо. Ни выписки не дают. Она даже мне не сказала то, что она написала про меня в карте. Вы попросили, огласите, что вы написали. Покажите. Мы имеем право знать. Про меня? Да. Она говорит, нет, ты не имеешь право знать, что я про тебя написала. На данный момент Забазнов и его представители написали запрос в стационар с требованием выдать судебное решение, на основании которого Забазнова принудительно положили в больницу. Также сегодня ходили в Росздравнадзор. Там от действий больницы на Шепетково недоумение, почему Никите до сих пор не выдали выписку. На этой неделе последует очередное обращение в прокуратуру с жалобой на действия врачей.